Александр Шпилефойгель за рулем уже 40 лет. Сотрудники госавтоинспекции останавливают его нечасто. На кольце площади революции за большого числа пешеходов автомобилист всегда едет не спеша, уважая каждого участника дорожного движения. Рейды по контролю вежливости водители перед пешеходами необходимы, говорит автомобилист, и должны проводиться чаще. Да я вообще смотрю, как стало в Самаре совсем по-другому. Мы вот бываем, допустим, в других областях, вот мы в Крым ездим, там вообще никто не пропускает, там вот только после 2014 года какое-то стало более-менее нормальное движение, а так не в Самаре вообще водители дисциплинированы, мое мнение. Рейд вежливый водитель сотрудники госавтоинспекции проводят один раз в две недели, там, где по статистике число возможных наездов на человека максимально. На площади революции все пешеходные зебры нерегулируемые, поэтому полицейские пристально следят за водителями. Нарушителям выписывают штраф от полутора до двух тысяч рублей, а добросовестным автомобилистам вручают подарки. Блокноты, обложки для документов и наклейки «Я вежливый водитель». Такие мероприятия важны, потому что автомобилистам лишний раз стоит напомнить о правилах дорожного движения, а пешеходам тоже, в принципе, нужно вспоминать о правилах дорожного движения и быть внимательным при переходе пешехода к переходу. О том, что на пешеходном переходе нужно быть внимательнее, знает и Людмила Базилева. На площади революции она ходит гулять каждый день. Водители начали уступать дорогу совсем недавно, рассказывает женщина. Зимой, продолжает Людмила, даже несмотря на погодные условия, автомобилисты носили со скоростью света. Перейти дорогу было невозможно. Такая радость, так сказать, когда пешеходу стали уступать, возникла не так давно. То есть это, конечно, хорошо. Раньше мы завидовали Европе, что там люди дорогу уступают, а мы транспорту. Теперь у нас европейские внимания. За четыре месяца этого года количество наездов на пешеходов по сравнению с прошлым годом сократилось на 50% и составило 78 эпизодов, один из которых с летальным исходом. Чаще всего ДТП происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. На них в этом году пострадали 19 человек. Сотрудники госавтоинспекции просят жителей города быть внимательнее при переходе автомобильной дороги, чаще смотреть по сторонам и только убедившись в собственной безопасности переходить в проезжую часть, а водителям не торопиться и пропускать пешеходов, особенно детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Ольга Павловна, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.